Российский Центр науки культуры в Праге уже много лет тесно сотрудничает с Международным культурным институтом «Ключ». Совместный проект «Давайте говорить на русском языке», который появился в 2008 году, стал традиционным и проводится из года в год. Последние два года одной из частей этого глобального проекта стали события, связанные с Российским тематическим годом. Фестиваль «Кина Прага» проводится в год российского кино. Его участниками стали школьники гимназии номера один из Новосибирска, а также проживающие в Праге русскоязычные дети. Половина из ребят, которые здесь, они были в прошлом году, а половина уже новая. То есть в прошлом году у нас была группа, у нас было 23 человека, в этом году у нас уже 48, в два раза больше, потому что действительно программа интересная, увлекательная и есть что посмотреть. И чему поучиться. А поучиться действительно нашлось чему. За несколько дней в фестивале школьники посетили интерактивные занятия по истории и культуре русского зарубежья, чешской культуре и традициям и, конечно, по истории созданию кино. Ну я на самом деле люблю кино. То есть я частенько хожу с друзьями, там с родителями, пересматриваю какие-то фильмы дома. То есть причем как и современные, так и классику, так и советские, так и зарубежные. То есть просто у меня абсолютно, можно сказать, я меломан только в области кино. Знакомство с российским и чешским кинематографом не могло обойтись без посещения знаменитой чешской киностудии «Барандов». Здесь школьники посетили несколько рабочих помещений, реквизиторский склад и богатую костюмерную. Каждый предмет студии можно назвать экспонатом. Некоторые имеют историческую ценность, многие использовались на съемках мировых киношедевров. А в российском центре школьники и сами получили возможность создать свой анимационный шедевр при помощи пластилина, бумаги и фотоаппарата. Даже любая мелкая моторика и работа руками сейчас в современном мире очень важна, потому что все только нажимают дигитально разные кнопочки. И это также развивает пространственное мышление. Это просветит новые нейронные связи, потому что детям или студентам приходится придумывать такие истории, которые они никогда раньше не придумывали. И также в анимации, например, нет границ. Это все только границы в голове. То есть они могут сделать все, что угодно. У них персонаж может идти, потом быстрее близки разбиться, и потом может отпасть нос. То есть такие вещи в реальной жизни сложно реализовать, а тут они могут все, что угодно создать. Создание мультфильма оказалось увлекательным, но очень трудоемким процессом. Таким же трудоемким, как и создание киногрима. Этот урок для школьников провели профессиональные гримеры Марина Ковтун и Анастасия Долежалова. Готовились мы два дня. Сначала делались формы, потом они заливались желатином. И по сути все, что нам осталось сделать сегодня, только их приклеить и накрасить. А вообще это довольно долгий процесс подготовки. Этот фестиваль не только образовательный проект. В первую очередь он укрепляет культурные связи между Чехией и Россией, создает уникальные условия для сотрудничества. Первый проект это был «Пражский экспресс», год литературы в России. И соответственно нам предложили участвовать в проекте, где рассматривается творчество Цветаевой и показана история Праги. Второй год это проект, который носит название «Кино Прага-2016». И если мы занимались более исторической темой и художественным текстом, то здесь нам представлена буйная фантазия жизни, какой она может быть. Уже известно название следующего проекта «Жизнь прекрасна» стартует с сентября 2017 года, в год экологии в России. Мы очень хотели бы, чтобы все, кто уже побывал в гостях у нас, они снова и снова приезжали. Возвращались вот сюда, на площадку Российского центра науки и культуры, да, и на другие площадки чешские, чтобы вместе мы могли вот узнавать друг друга, узнавать культуру наших стран и продвигать, конечно, русский язык и сохранять его у детей-соотечественников, у взрослых, чтобы был красивый русский язык и чтобы русская культура выполняла настоящую действительно миссию быть послом мира, вот в том числе и в Чешской республике. А завершится проект образовательный фестиваль «Кинопрага» по традиции Международной новогодней елки 30 декабря 2016 года. Российский центр науки и культуры в Праге.